Вот сегодня, когда мне 46 лет, я убежден, что Бог может поднять любого человека. Решающим является та благодать, и очень важно, чтобы человек захотел. Это, наверное, ключевой момент, чтобы человек захотел, чтобы Бог что-то сделал в его жизни. Если бы вы видели меня вот в детстве, у вас бы в голову не пришло, что из этого парня что-то получится. Я жил в таком, знаете, забитом месте, такой маленький-маленький поселочек, у нас 10 детей в семье, я 6-й, белобрысый, лопоухий пастушок, который пас корову. У меня постоянно, я там 6 лет, пасу корову. И, вы знаете, с коровами много не поговоришь. Поэтому я все время мечтал, я разговаривал с Господом. И вот я сегодня, когда мне уже вот столько лет, я понимаю, что в тот момент что-то важное произошло. Там, на этих полях, мне кажется, я договорился с Господом. Я мечтал жить, вот знаете, не просто посредственной жизнью. Я мечтал все время, даже я стеснялся об этом говорить. Я все время мечтал о подвигах. Кто из вас хотел бы подвиг в жизни сделать? Вот понимаете, это так вот важно, состояние, когда мы желаем чего-то необычного. Я внимательно, я когда прихожу в церковь, внимательно, вот я слушаю песни, о чем вы поете. Я смотрел, почему вы вот вышли вперед молиться. У меня создается ощущение, что есть жажда, есть желание. Но не просто, помню, в 95-м году я приехал первый раз в Америку. И слышал, как один брат молится. Господи, дякую ему тоби, что останье роки нашего життя. Ты дано нам туши, да спокои, и тут доживаты. И я понял, что одни живут, а одни доживают. И вот человек, который доживает, подвиги сзади. Все там сзади было хорошее, здесь осталось дожить. Но если мы не доживаем, а мечтаем. Вот это, знаете, ключевое. Даже вот Господь, человека, который, ты понимаешь, что он хочет, но он его спрашивает, что ты хочешь. И вот я с этого, наверное, начну. А что мы ждем? Вот что мы ждем? Что на самом деле, во что мы верим? Вот то, во что мы верим, то мы ждем. Я, как журналист, часто в новостях же постоянно, вот кто-то, если смотрит, другая перспектива. Каждую неделю, один час мы делаем анализ событий и новостей в мире. Вообще, что вообще происходит. И поэтому я постоянно, как бы, в этом потоке вращаюсь, смотрю. И я вижу, как вот все новости, ну, такие морские, они пропитаны страхом. Вот посмотрите. Убили, взорвали, спалили теракт, наводнение. Вот, понимаете, это все такие. И люди, как бы, пропитаны этим и ждут. Вы ждали 21 декабря? Вы не ждали? А знаете, такая, что 25-е это было. А, вы 25-е, я понял, шутка. А во всем мире такой ажиотаж. Молодые люди. Я иду вот по городу, и молодые слышу, вот парни, все, это точно, это все, точно все, конец. Люди так все верили. У нас в Киеве предприниматели, такие люди предприимчивые, они стали продавать место вот в этих, в бомбоубежищах. До 60 лет позже уже все, уже нет смысла спасаться. Значит, ограничение до 60 лет. Это создает ажиотаж, понимаете? Мужчина стоит 10 тысяч долларов, женщине скидки 7 тысяч долларов. И народ раскупал. А в России выпускали пакеты такие, если кто-то видел новости. Пакеты на конец света. Интересно, они все были розовые. Шпроты розовые. Я как смотрел, представляете, шпроты розовые. Баночка. И в комплект входило, вот перечисляется все и в конце, мыло и веревка. Бутылка водки, мыло и веревка еще. Но я думаю, этот человек, если совсем плохо, выпил водку, веревка, мыло и закончил свою жизнь. Так вот, все зависит от того, что мы ждем. Это одно из важнейших, может быть, откровений, которые я получил в своей жизни. Что мы ждем? Вот когда у нас есть вера, что Царство Божие, оно будет усиливаться, что Царство Божие, оно будет побеждать, мы будем действовать сообразно этого. Многие ждут, что будет только хуже. Все. И цитируют местописание. Во многих охладеет любовь. И как бы чуть ли уже это и не оправдывается. Ну, это же написано так. Значит, все будет хуже и хуже. Я стараюсь искать другие места в Библии. Вот, допустим, в Библии есть место, что разумные из народа усилятся и будут действовать. И это я беру для себя как обетование. Да, Библия говорит, что зло будет усиливаться, что тоже будет оно умножаться и охладеет любовь. Да, и о том, что в последнее время будут там люди перечислены, какие неблагодарные, злые, сластолюбие. Все это тоже есть. Но Библия дает им необетование, что по причине вот беззакония также будет умножаться и благодать. Ну, не по причине, а как противовес, будет умножаться благодать Божья. И я знаю, что Господь сказал, я никогда вас не оставлю. Вы никогда не будете сиротами. Я буду всегда с вами. И эти вещи, пропитывая нас, мы имеем веру и дерзновение. Мы имеем другую перспективу. Поэтому Библия говорит вам, ну, о последнем времени, что вы, когда все это будете услышать, мир будет издыхать от ожидания бедствий, а вы восклоните голову. Слово издыхать, вы хорошо понимаете? У меня есть свой перевод. Вздохнуть и умереть. Издыхать, понимаете, это шутка немножко. Но вот, знаете, люди издыхают. Там вот место, где я живу, я в Славянске живу, на Украине. Это такой хороший райончик. В основном такие дома приличные. Живут такие люди состоятельные. Но что мы заметили, все они страшно ожидают бедствий. Вот чем богаче, тем у него вообще жизнь страшная. Он постоянно говорит о каких-то страшных переменах. Двухметровые заборы, по две собаки. И люди постоянно ожидают бедствий. И они удивляются с нас. Когда я там построился, я построил такой легкий, ну, прозрачный забор с прутьев, как бы, ну, с металлических такой. Ну, не сетка, а такой, знаете, ну, с квадрата. И они смотрели, честно говоря, они смотрели, и было такое удивление. Ну, как так можно беспечно жить? И еще мы все время забываем калитку закрыть. И это, знаете, я думаю, это лучшая проповедь моя там на этом месте. Потому что, глядя на меня, им легче жить. Они думают, ну, наверное, еще не все так плохо. Потому что люди ожидают бедствий. Но мы, те, которые отдали свою жизнь Господу, мы сегодня можем ожидать добрых перемен. Вы очень, есть одни слова в вашей песне, я их запомнил, ну, недословно, что новое поколение веры должно занять свой пост. Знаете, это очень важно, чтобы сегодня мы увидели свое ответственность, что пришло наше время. Вот, я в душе молодой, мне сейчас 46 лет. И я с трудом осознаю свой возраст. Я все веду себя так, вот, как, знаете, все только начинается. Я все время начинаю. Мне кажется, у меня еще миллион проектовик, и не делаешь скидки на то, что уже, как бы, вот столько лет. И, наверное, это лучше, друзья. Потому что страшно, когда человек молодой телом, но в душе он уже пенсионер. Уже он ходит, все так сложно в жизни. Я верю, что Бог наш, который призвал нас, и который имеет добрые планы, у Него до конца жизни для нас есть сила и благодать. Библия говорит, что апостол говорит, я, говорит, он верующим это пишет, Ефесянам в первой главе. Я, говорит, молюсь за вас, чтобы Бог дал вам мудрость и откровение, чтобы вы познали, что широта, что долгота, что глубина, что высота. Там есть такое место, открыли, в чем надежда, призвание вашего. И как безмерно величие могущества его в нас. Вот просто представьте, нет границы. Безмерно величие могущества его в нас. Верующему по этой причине все возможно. Почему я об этом сегодня говорю, друзья? Потому что сегодня очень многие, они, как бы, может быть, потеряли эту перспективу. И ты слышишь постоянно какие-то вздыхания. Я убежден, что мы имеем с вами хорошую сейчас перспективу. Чем хуже снаружи, чем хуже в мире, тем у нас с вами больше шансов. Потому что у нас есть ответы от Господа. Я хочу вам прочитать одно место. Смотрите, когда Господь пришел в храм, написано, Он взял пророка Исаию, открыл, и Он прочитал место. Я из пророка Исаии прочитаю то, что Господь читал тогда в храме. Фактически Он говорил о себе, о своем помазании, о своей миссии на этой земле. Господь сказал, Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем. Проповедовать пленным освобождение и узникам открытия темницы. Проповедовать лето Господнее, благоприятное, день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на сегодняшний вместо пепла даст украшение, вместо плача или радости, вместо унылого духа славная одежда. Ну и там дальше идет, вот если бы одним предложением или несколькими словами сказать, что главное во всем этом, вот что вам бросается в глаза, если можно вас так спросить, что главное в этих нескольких стихах. У нас сейчас нет времени сильно так спрашивать. Я вот скажу, мне первое, что бросается, что все, что плохо, станет хорошо. Есть такое дело? Вот смотрите, все работает на восстановление. Унылая теперь будет радость. Нищему благовествуется, слепому прозрение. И вы знаете, это настолько важно понимать, что наш Господь Иисус, Его помазание восстановить падшее. Вот то, что дьявол разрушил, то, что дьявол растоптал, то, что в жизни плохо, Иисус Христос пришел это восстановить. Но самое главное, друзья мои, что это не только помазание Иисуса. Иисус дунул и сказал, примите мой дух. Вот это мое сердце и моя миссия. Я ухожу, но мое дело будете продолжать вы. И ученики это приняли, сошел Дух Святой, они получили силу для того, чтобы это помазание шло по этому миру. И я сегодня хочу сказать, это наше с вами помазание. Это наше с вами помазание. И если мы это видим, мы начинаем так действовать. Мы являемся ответом. Если мы не видим себя ответом, значит мы не выполняем свою задачу. Мы и сами себе тогда не можем помочь. У нас есть то помазание, которое нам от Иисуса пришло. Иисус, уходя, завещал нам идти с этим помазанием Иудея, Самария и до края земли. Мы можем сегодня проповедовать то, что проповедовал Иисус. И я это переживаю в своей жизни. Я знаю, что вы это переживаете. Потому вы молите за людей. Потому вы призываете к покаянию. Потому поете такие песни. Потому что вы верите, что сегодня это так же в наше время действует. То есть христианство, друзья, это не просто история. Это не просто образ жизни такой. Это реальная сила, изменяющая жизнь. И об этом я хочу вам сегодня коротко успеть сказать. Потому что я сам вдохновлен, как это пережил я в своей жизни. Наша история, она знаете, интересна в том, что я вообще вырос в баптистской семье. И в 80-м году получилось так, что это была небольшая церковь в городе Славянске. Это неожиданно было. Мы никуда не ездили, мы никуда не ходили. Но Бог стал крестить нас Духом Святым. Произошло огорчение, не все это восприняли. И вот мы 15 человек, такая группка. Мы стали скитаться везде, понимаете. Мы боялись пятидесятников. Баптисты нас боялись. Нас называли баптидесятники. И в то время Бог стал говорить, что Он имеет планы для нас. Что Он имеет будущее для нас. Что у нас будет большое служение. И мы не должны никуда примыкать, просто мы должны ждать. И Господь в то время говорил, это еще Брежнев царствовал. Он говорит, будете арендовать дворцы культуры, стадионы, будет служение. Это как сказка все звучало. Потом я ушел в армию, вернулся с армии. Кстати, я много путешествовал в то время. Приезжал и в Белоруссию. Речки для меня знакомая такая деревня. С Ульяной Ивановной мы путешествовали. И в то время Господь говорил, что будет это служение. Я помню, как там в речках было видение, такой большой меч в руках, до неба уходит. И Господь говорил, это второй раз мне это было открыто. Через разных людей. Они не знали. Один я знал только, когда они говорили. Господь говорил, Дух Святой открывает тайну. И этот меч уходил прямо в небо. И я потом, когда пришло песни, когда пришло телевидение, я подумал, не об этом ли говорил тогда Господь. Просто я, может быть, тогда не понимал. И вот мы шли в своем развитии. Стала расти церковь, друзья. Мы просто служили, что могли, то делали. Но на определенном этапе Господь стал показывать нам детей-сирот. И я вам скажу, я меньше всего в жизни представлял, меньше всего в жизни представлял, что я какое-то отношение буду иметь к сиротам, к усыновлению. То есть я рос как бы в хорошей христианской семье. И я все эти вещи, я даже не знал, что это все происходит. Что так бросают детей. Как-то далек был от этого. Но, по-моему, в 2000-м, где-то, может быть, в 2001-м году у нас уже был свой детский дом. Получилось так, что мы как церковь стали кормить детей на улицах. Просто было такое, как суповые проекты. Но когда эти дети стали приходить к нам на суповые проекты, мы стали узнавать их истории. И просто даже вот как-то меняться стало отношение к ним. И тогда начало вот это первое, может быть, проявляться, что Господь пришел разрушить дело дьявола. То, что дьявол наворотился этими судьбами, это страшные были истории. Господь хочет это все восстановить. И мы решились на детский дом. Детский дом просто надежды до сих пор у нас есть. И там постоянно 25-30, иногда было до 50 детей. Но это полностью дети, которых мы содержим, и мы воспитатели. Все это на нашем как бы попечении находится. И я в то время много ездил. Ездил и в Америку из-за того, что я пел песни, меня везде принимали. И я как бы собирал финансы для этого детского дома. Я думал, что я очень много делаю для этого. Я как бы чувствовал, что я молодец. Я собираю, помогаю детям. Все хорошо. И мне даже в голову не приходило, что это дальше нужно идти. Что это не есть совершенная воля Божья. Что этого оказывается мало. Но когда детки подросли, ну то есть первые стали выходить. Мы вдруг увидели, что большая часть, не меньшая, а большая часть, друзья, нормально не восстанавливались. Наркомания, токсикомания, сожительство. В общем, жизнь снова кувырком. Мы в таком стрессе были. Мы думали, ну как же так? Мы столько силы посвящаем. Такой бюджет надо. Бюджет детского дома был больше, чем бюджет церкви. Ну потому что это все очень, ну, по закону, у нас государство вообще нам не помогало и не помогает. По закону там на каждого ребенка все должно быть. Ну вот сколько там воспитателей, сколько. В общем, это все серьезная как бы процедура. И мы так огорчились. Я говорю, господи, ну как так? Мы столько делаем, а выхлоп как бы слабенький такой. Тогда мой друг Петр, пастор Дудник, впервые, ну, они получили такое откровение с женой, что надо усыновить ребенка. Знаете, какая мне первая мысль пришла? Я подумал, ну это перегиб. Ну, ну не может быть, ну как так? Кто бросает этих детей? Это вот, ну, это уже совсем как бы за много хочет от нас Бог. Ну если это Бог, ну не может быть, чтобы так было. А Петр принесли девочку. Там в больнице прям бросили. И вот первая девочка попадает в семью. Я смотрю на все это, думаю, это просто ужасно. А моя жена мне говорит, Сереж, давай мы тоже возьмем. То есть я говорю о помазании Иисуса, понимаете? Реально оно может менять судьбы людей. Но нам нужно к этому прийти. Нам нужно в это поверить, что это помазание на нас. А я боялся. Вот представляете, пастор церкви, я же не могу сказать, что я просто боюсь этого. Я верю в то, что гены эти вылезут. Я верю в то, что, ну, что эти, что, вот, я всегда как бы думал, это же всегда будет разница. Вот это мой ребенок, а это приемный. Это моя кровинушка, а этого, ну, я просто жалею. Я как бы так боялся, отодвигался от этого. Ну, а делал такой вид умный и говорил, ну, давай мы об этом будем молиться. Пусть нам Господь об этом скажет, кого взять, когда взять. Знаете, духовный вид просто такой делал. А Аня взяла такое посвящение, как обетала Господу, что если Господь мое сердце расположит, то она сказала, Господь, я готова прямо сейчас, я хочу взять ребенка и помочь кому-то в жизни. Вот просто, чтобы его судьба изменилась. И однажды ей, уже Петя, когда взял, уже год прошел этой девочке почти. И позвонили из больницы. Там всегда было много брошенных деток, 15-17 детей. Я там иногда был, друзья. Это очень страшное зрелище. Вот. Когда ты смотришь, дети, которые никому не нужны. Они стоят в этих вот люльках, все. И вот позвонили, подруга ей позвонила, говорит, там поступил один новый мальчик. И говорит, такой хорошенький, придите посмотреть. И Аня мне говорила, давай, говорит, я тебе просто покажу. Не бойся, мы усыновлять не будем. Ну, такой мудрый ход, кстати, всем совет такой. И когда мы пришли в больницу и зашли в эту, в ординаторскую, и нам принесли этого малыша. Ему было три недели. Вы знаете, этот малыш произнес для меня одну из лучших проповедей. Молча. Он ничего не говорил. Он просто смотрел на меня. И там я увидел, знаете, я пережил эти слова. Я как бы, они стали для меня реальностью. Смотрите, Библия говорит, что дьявол пришел украсть, убить и погубить. Передо мной лежал маленький человечек. И я вдруг осознал, а ведь он никому не нужен. Он ничейный. Его мамка родила. У меня до сих пор в сейфе лежит отказное письмо ее рукой. Я иногда залезу туда, прочитаю, посмотрю, думаю, подрастет малыш этот. Я ему покажу это, когда вырастет. Вот она своей рукой написала, что она отказывается от него. И вот этот мальчик смотрел на меня и как бы просто молча глазами говорил, послушай, ты такой великий человек, ты такой занятый. Но у меня, говорит, никого нет на земле знакомых. Если ты можешь, возьми меня. Я тебе пригожусь. Я постараюсь даже быть похожим на тебя. Я сделаю все, чтобы ты не разочаровался, что ты меня взял. Не оставляй меня здесь. Знаете, он ничего это не говорил, но мне казалось, что он мне это говорит. То есть я настолько осознал, как же это страшно. Я 5-10 раз в день проезжаю мимо этой больницы на великие дела Божьи. Ну я же служу, я в полном служении, я все равно в служении, все. Мне нужно быстрее что-то делать для Бога. А этот человек лежит, никому не нужно. Я, знаете, как стал прозревать, что оказывается, это как-то неправильно. Мы так много в церкви активности. Понедельник спевки, во вторник сыровки, в среду разборы, в четверг молитвенную, пятница. Мы постоянно заняты в служении. И не то, что я хочу бросить тень, что это неправильно. Друзья, но если это только служение, то тогда у нас может не остаться места для вот этого помазания. Понимаете? Для восстановления. И я это стал осознавать. И мне было настолько как бы трепетно, я быстрее оттуда вышел. Мне казалось, чтобы туда клубочек привязал к его люльке, а мне в карман бросил. Хожу и все время, знаете, как мысленно с ним разговариваю. И этот малыш за три дня изменил мое сердце. Вот смотрите, написано, любовь изгоняет всякий страх. Вот эти страхи, что я не смогу любить чужого ребенка, вот эти страхи, что там вылезут гены, они куда-то исчезли. Я сейчас настолько думаю, как я вообще мог этого бояться? А многие до сих пор боятся. Я им пример такой привожу, знаете, я очень действую. Когда мне говорят, о, как можно любить чужого ребенка? Я говорю, а как ты идешь на рынок, покупаешь ротвеллера? Гены вообще не твои. Приводишь домой, а ты моя сюси-пуси, и так влюбляешься в эту собачку. Это твоя, много собачек на земле, но это твоя собачка. И знаете, я иногда замечаю, что собаки становятся похожими на своих хозяевов по какой-то причине, я не знаю. Или хозяева на собак, да? Но что-то в этом есть. Смотрите, человек выбрал и сказал, я буду любить вот эту собачку, это моя. Среди всех вот это моя собачка. И он прилипается к нему. И после только пережил это. Оказывается, малыш, когда появляется в твоем доме, он становится тебе родным. Наша бабушка, я забегая наперед скажу, она неверующая была, Анина бабушка. И когда мы принесли домой, вот мы взяли его, нам не отдали сразу, потому что он сильно заболел, был в реанимации, были вообще мысли, что он может быть умрет у врачей. Но мы молились, и нам его отдали через два месяца. То есть мы его забрали в два месяца практически, мы его забрали. Когда мы принесли домой, эта бабушка, она такая, знаете, грубоватая такая по-своему была, дураки. Люди повыкидали, вон и попитбирали. То есть она настолько, ну как это взять, ну, то есть вот наша семья, все. А у нас же уже были двое детей, в то время нами рожденных было. И вот знаете, какое чудо, даже неверующий человек, через время этот малыш стал подрастать, тянуть ручки к ней, там, дотопает до нее. Стал называть там бабуся, а он такой нежный оказался. Бабуся, мамуля, папуля. И наша бабуся растаяла все, знаете. А потом ссоры, с кем Никки будет спать. Вообще, это они уже, знаете, для них там еще же бабушки другие, все, они за него прям воевали. И вот эта любовь, друзья, она сделала величайшее чудо. Это я пережил в своей жизни. Это не то, что я просто где-то читал ее в книжках. Я вам хочу сказать. Я пережил, как Божья любовь удаляет всякий страх, вот просто меняет нас и меняет судьбу человека. Сейчас ему 8 лет. Это удивительный малыш. Я еще скажу, что тогда, когда у меня было борение, брать его или нет, ну, не его, а вообще ребенка, брать или нет, у меня такая была тайная мечта, я никому, я боялся никому-то сказать, но мысли были. Думаю, если бы какой-то такой случай классный, чтобы вот там какой-нибудь профессор бросил, ну, чтобы такой породистый был, знаете. Ну, вот как есть, но мысли такие, чтобы не от наркомана, чтобы... Потому что страх, страх, ты думаешь, вот что там... Думаю, если бы какой-то тот профессор. Я дошел эту женщину, кто его бросил. Конечно, это не профессор. Это не профессор, друзья. Но я вам скажу, когда я сейчас смотрю на нашего мальчика, мне кажется, все-таки это был профессор. Потому что он живет сейчас в такой атмосфере. Он полностью как бы... Вот в семью, когда к нам попадете, вы никогда не угадаете, кто приемный, потому что психологически он, наоборот, самый уверенный, наверное, в семье в нас. Вот. И он очень развитый. Там занимается музыкой, английским языком. Очень веселый, активный такой. Все его любят. Он снимает. Кто-то, может, видел. Мы иногда его... Я в кадре его беру. Снимаем какие-то с ним программы. И вот это чудо, о котором я хочу сказать. Я вдруг осознал. Оказывается, мы, простые люди, можем быть инструментом в руках Господа. И он может менять жизни других людей. Вот дьявол думал, наверное, так. Ну, мне так кажется. Когда он преследует в поколениях людей. Вот отец, допустим, пил. Мать там пошла дальше, что бросила его. И следующее поколение уже вообще должно быть таким, знаете, как проклятым. А в это время на перерез врывается человек с помазанием Иисуса. Берет его на руки, прижимает к себе и говорит. Дух Божий на мне. Он помазал меня. Прекрати твою проклятую судьбу. Он помазал меня. Дать тебе новое начало. Он помазал меня. Защитить тебя от твоего проклятия. От твоей отверженности. Это Дух Божий помазал меня любить тебя. Я вам скажу, была одна удивительная ночь в моей жизни. Когда я считаю, что я родил его. Я это называю именно так. Поэтому я сегодня очень много езжу по России. В России сложнее сейчас, чем в Украине. В Украине уже такое массовое усыновление, друзья. Очереди, очереди стоят на деток. Сегодня до семи лет взять ребенка просто нереально. Очереди стоят. Только у нас, у нас есть организация, мы тоже как бы занимаемся этим. Ну, не просто усыновляем, мы как бы вдохновляем людей и сопровождаем. Юридически все делает государство. Но мы как бы идей навсегда держим. Потому что это самое главное, чтобы человек как бы имел. У нас порядка 80 человек стоит на очереди. Вот вдруг где-то появится ребенок, чтобы его усыновить. В России не так. Ну, тоже там уже очень многие. Я много сейчас езжу. В России, Новосибирск, Красноярск вот был, Ярославль, Дальний Восток. И каждый приезд заканчивается тем, я у вас этого не делать, делать не буду. Потому что, ну, я проповедую национальное усыновление. Я верю, что та страна, где бросают, там должны брать. Обычно это заканчивается тем, что 10-15 семей получают такую веру. И идут учиться, проходят курсы государственные и берут детей. И вот после того, когда я сам это пережил, я настолько, ну, как стал убежденным в этом. Что мы, у нас внутри, как я это называю, как спит, дремает подвиг, знаете. Ему нужно обстоятельство. Вот, когда я зашел в эту ординаторскую, и наши глаза встретились, этот подвиг во мне проснулся. То есть, это у нас есть, друзья мои. И нам просто нужен случай, или как вот, нам нужно просто пережить то, что мы, ответ для боли. Вот церковь, которая концентрируется только на себя, на свои переживания, у нее будут проблемы. Церковь, которая видит миссию, которая видит ответственность за других, которая вникает в боль других, которая решает проблемы других, или церковь, или человек. Тот человек живет настоящей жизнью. У вас бывали такие случаи, особенно, думаю, это пастора могут сказать. Вот самому бывает плохо, тяжело. И вдруг кто-то приходит, там начинает, пастор, помолись, помоги. Ты же ему не будешь рассказывать, что тебе плохо самому. И ты начинаешь ему служить. И вдруг не заметил, как служа ему, ты сам поднялся. У тебя внутри какая-то снова жизнь, энергия появилась. Друзья мои, это как раз говорит о том, что, когда мы становимся проводниками, вот этого помазания для других, тогда начинается, тогда мы сами оживаем. Это ответ и для церквей. Церковь, которая, я это называю так, церковь должна быть в проблеме. Не проблема в церкви, а церковь в проблеме. Церковь ответ на проблемы. Иисус пришел разрушить дело дьявола. Иисус пришел вот эти проблемы решить. И потом написано, в 61 главе написано, «И назовут тебя». Я читал за это, да? А в 58 главе подобное место, когда описывается за пост, и там Господь говорит, «Я же не такой пост избрал, как вы там томите душу свою, не едите, голову клоните». Говорит, «Отдай страдальцу душу свою, разделись голодным хлеб твой». То есть, стань ответом на проблемы другого человека. Стань проводником этого помазания. И что произойдет? Взойдет, как заря свет твой. В твоей жизни произойдут перемены. И назовут тебя восстановителем древних развалин. Назовут тебя восстановителем оснований поколений. Вот я вам скажу, это то, что я пережил в жизни, что войдя в судьбу вот этого мальчика, Ники, да, сегодня меня можно называть восстановителем его судьбы. У него могла быть другая судьба, но Господь через свою любовь привел нас к нему. Мы взяли его на руки и вынесли. Так вот, за эту ночь, которую я вам хотел сказать, я носил его на руках и стал плакать о том, что вырастет он и все-таки же узнает, что не я его батька, что не я его родил. И мне так стало это как-то больно. Я говорю, Господи, вот как так? Ну, это же ему очень тяжело будет все. И я стал плакать, молиться, и вдруг комната стала наполняться Божьим присутствием. Это было, друзья, пару раз всего в моей жизни. Это особенно. Это не просто, знаете, вот хорошо на душе. Это очень какой-то святой момент, когда плотность какая-то, мне кажется, руки можно положить, и они не упадут. Вот плотность Божьего присутствия. И в этот момент оно вырвалось из меня изнутри. Я не знал, что так нужно сделать. Только сегодня я об этом учу приемные семьи. Я обратился прямо к малышу. Вот в этом Божьем таком присутствии я обратился прямо к малышу. Я сказал, сынок, я не могу тебе дать свои гены, ты уже родился. Но вот пред лицом моего Господа и его святых ангелов я отдаю тебе свое сердце. Я буду любить тебя всю свою жизнь. Ты мой сын. Знаете, это прозвучало вот, ну, как завет. В духовном мире это звучало как завет, как клятва. Это то, что сделал, я потом понял, именно это сделал с нами Бог, понимаете, Иисус. Он нас усыновил себе. Он говорит, из-за них я посвящаю себя. Вы уже не сироты, вы не чужие, вы свои Богу. И вместо проклятой судьбы мы получили наследство, мы получили Божью жизнь, мы получили Его качество, мы стали уподобляться Ему, мы получили от Него начало. Это и есть рождение свыше. Что получилось здесь? Я отдал Ему свое сердце, и я сказал, ты мой сын, ты больше не сирота, ты защищен в духовном мире. Старую проклятую наследственную линию мы обрезаем и насаждаем тебя к моей линии. Ты мой сын, я родил тебя. Понимаете, что произошло? И через несколько недель мы понесли его в больницу. А до этого анализы, все, такие страшные и психическое, и расстройство, и в голове там внутричерепное давление, нарушено там все в желудке. И он постоянно плачет, знаете, и куча всяких болезней. И мы несем его в больницу через вот пару недель, не знаю, сколько там прошло. И врачи говорят, а что вы с ним сделали? Это другой ребенок. У него все другие анализы. И сегодня он, я говорю, он почти не болеет, он абсолютно здоровый мальчик. Слава нашему Господу! Помазание Иисуса на нас, друзья мои. Я хочу вас вдохновлять этой проповедью. Поймите, что мы можем гораздо больше, чем, может быть, сейчас мы видим. Оно как дремлет нас. Это нужно разбудить. Мы ответ для этого мира. Мы ответ на проблемы, которые вокруг нас. Нам не надо ждать, что будет хуже, что будет плохо. Нам нужно ждать, что разумные усилятся и будут действовать. И мы с вами, эти разумные, и мы вдохновляем, как вот написано, куздец ободряет плавильщика, говоря о спайке хороша. Я здесь, чтобы вдохновить вас и сказать, вы священники живого Бога, вы царственное наследство. Это сила Божья внутри вас. Это помазание разрушать дело дьявола. Внутри вас. Каждый из вас может, должен и будет это делать. Иисус рассчитывает на нас. Он всегда искал человека. Ему нужен человек. По-другому не происходит, друзья мои. Не кто-то где-то, что-то как-то. Это происходит через нас. Господь всегда ищет человека. Одному он бросает вот мило и говорит, ты будешь это делать, ты будешь это. Вот так же с песнями произошло. Как, я вообще думаю, как вообще произошло с песнями? Вы знаете, меня хотели вообще забрать у моих родителей. Забрать. В интернат. Потому что это была советская власть еще. И собрался город. И стали решать, чтобы забрать меня и мою сестру, и отдать в интернат. И знаете, что они решили? Они решили, что ладно, еще забирать не будем. Отдадим их музыкальную школу этих двоих. Будем за них платить деньги. Власть советская решила. Они будут учиться музыке, поумнеют и отстанут от этой секты. Господь славный, правда? Советская власть участвовала в моем призвании, понимаете, от Бога. Она финансировала мои первые музыкальные шаги. Я вот, знаете, думаю, какой Господь удивительный. Он даже вот все неприятности, какие-то проблемы обращает в славу свою. Понимаете? Поэтому, какие бы сложности не были, вот Бог через это позволил мне получить музыкальное образование, чтобы я писал песни. Порядка двухсот песен. Кстати, я уже диски давно не вожу. Их стали всегда копировать, пишут. Этих песен много в сборниках ваших, вот песен Возрождения. Но на сайте все бесплатно и с фонограммами, и с текстами. Пожалуйста, скачивайте, пойте и выпускайте диски. Потому что моя радость сегодня в том, друзья мои, чтобы это работало. И я просто знаю, что на этих песнях есть специальное помазание. Ну, это маленькое такое отступление. Но главное то, мы о чем сегодня говорим, что, друзья мои, жизнь наша короткая, и у нас есть от Бога призвание. И помазание, которое у Иисуса, Он излил на нас свой дух. И мы можем сегодня, живя здесь, в этом городе, просто если мы себя настроим и будем на себя вот так смотреть, что мы поколение, которое должно занять свой пост. Если мы так будем на себя смотреть, то мы начнем действовать по-другому. Мы не будем вздыхать, как вздыхают многие. Знаете, я много езжу, я вижу в любой стране, одни вздыхают, одни нет. В Германии есть вздыхают, есть не вздыхают. В Америке есть вздыхают, есть разные просто причины, а все только зависит от внутреннего взора, что видит человек. Одни в Германии видят исламизацию, турки везде приходят, в школах просто все ужасно, все нам конец. Другие видят возможности от Бога. Точно так в Америке. В церкви, которые сориентировались на служение Богу, на победу, где проповедуется слово веры, где есть жажда, Бог действует, появляется миссия, появляется открытие церквей, появляется какая-то, знаете, идея ради чего люди живут, не доживают, а живут. Понимаете? И точно так в Украине. Одни говорят, пробуждение закончилось, все теперь будет только на спад идти, а я знаю церкви, где постоянно есть покаяние, где есть развитие, и точно так у нас происходит. Я за телевидение так благодарен Господу. Еще пару слов успею сказать за телевидением. мне в голову даже не могло прийти, что телевидением можно заниматься, ну вот, в Славянске, в Украине. Славянск, это 125 тысяч населения, небольшой город. Махненко всегда смеется, деревня называет. Ну, он чуть больше деревни, с Мариуполя. И вот, мне кажется, Бог иногда специально такие вещи делает, чтобы люди не присвоили славу себе. Пять лет назад мне Господь сказал ехать на ТБН и, ну, ехать на ТБН. И я думал вообще, что это просто связано с усыновлением, что мне нужно об этом рассказать. Но, там мне предложили, чтобы я именно возглавил телеканал ТБН Украина. И начал на это. И я очень упирался, мне казалось это невозможным. Но прошло пять лет и сегодня я смотрю, у меня есть прекрасная команда, у меня есть удивительное современное оборудование, у меня есть возможность сегодня, допустим, я знаю, понимаю, что это служение транслируется в интернете, да? Наше каждое служение транслируется не только в интернете, а на телеканале. Вот телеканал 180 стран, постоянно каждое служение со Славянска. Это единственный город с русскоязычной церковью в мире, который транслируется на телеканале русскоязычный, единственный, понимаете, Славянск. Деревня большая. Почему? Я думаю, что милость Господь бросил, и нашлись люди, которые захотели это, и поверили в то, что Бог берет простых людей и ничего не значащих, и Он может делать хорошие вещи. Напоследок хочу сказать, что, может быть, нам часто задают вопросы вот за портфели, за конфликты. Вы знаете, завтра будут съемки у Виктора Коструба, но туда все не поместятся. Но в среду на базе вот пастора Виктора Лебедя, да, вот в этой церкви, будет такая общегородская. Придите, там будет Махненко, и мы при вас разберемся, кто из нас белый, кто черный. Но на самом деле, там вы получите, там можно будет задавать вопросы, мы будем общаться, но я просто одно хочу сказать. Иногда нас осуждают, вот мне иногда звонят, Сережа, да вы же пастора, ну что же вы так вот при людях, прям как бы так, ссоры из избы, там вот как бы конфликтуете. Вы знаете, на самом деле, я думаю, мы вот немножко как бы набрались смелости, ну как вы знаете, как юродивые были при царе иногда вот такие. Это не все так смогут сделать, это немножко рискованно, но мы стали говорить честно о вещах, о которых вы все говорите на своих кухнях. И Саша Шевченко говорит, мы в Израиле делали с ними программу, он говорит, ты понимаешь, что происходит, ваша программа заканчивается, а на кухнях все продолжается. Я говорю, и ты боишься, что они без нас там что-то не то решат или что? Так они же все равно сами без нас, мы не сможем на эти кухни попасть. Поэтому, друзья мои, не судите строго, на самом деле, мы лучше, чем в экранах иногда окажемся, ну минимум я, я же белый, да? Вот. Поэтому в среду я приглашаю вас, придите, мы будем иметь хорошее общение. И самое главное, помните, что мы у Господа инструменты и помазание его на нас. я так вдохновляю вас прожить интересную жизнь. Вот знаете, не доживать, а прожить такую жизнь, чтобы когда мы старенькие станем, нам не страшно было умереть. Знаете, я о чем вот мечтаю? Я все время еще продолжаю мечтать, все забываю, что я уже, вот я думаю, когда мне будет 100 лет, если доживу, буду сидеть в кресле-качалке, и придут мои дети, и усыновленные придут, а это же уже долго еще, поэтому они уже родят своих детей, те уже вырастут, женятся, родят своих детей, вот они придут и будут вот эти все самые маленькие лазить по мне, а я такой дедуган буду довольный, довольный, что эти дети родились не от наркоманов, что они не проклятые, а они живут в хороших семьях, и я думаю, мне будет спокойно умирать. Вот это я вам хочу сказать, дорогие братья, сестры, дедушки, бабушки, молодые люди, не протратьте свою жизнь, вообще не протратьте, сделайте ее жизнью, которая влияет на других, потому что наша жизнь, она очень короткая, я жизнь сравниваю, знаете, с банковской карточкой, каждый раз снимаешь, и там меньше, 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 и однажды, клац, а там никого, все, и уже захотели что-то правильно потратить, а уже нет, все, мы каждый день снимаем со своего аккаунта, снимайте и вкладывайте в дело Божье, живите для Бога, просто, нет счастливей судьбы, нет счастливей, я иногда смотрю на Гену, знаете, на самом деле, он очень классный человек, я хочу, пока его нет, при нем я это не решусь, сказать, это потрясающий человек, так как он живет, это просто, ну единицы могут так жить, он живет небогато, но у него, вот заходишь в дом, да, все в двух спальных, двух этих ярусных кроватях, и он мне, сегодня мы, вот мы же летели вместе, он хвалится, я уже, говорит, вместе с женой, говорит, в спальне, говорит, сплю, я говорю, в смысле, но, говорит, 10 лет у нас не было комнаты, я говорю, Гена, ты сумасшедший просто, это человек, который взял 31 ребенка, но они сейчас не все с ним живут, да, они уже повырастали все, но, когда я смотрю, вообще, как он живет, я думаю, вот так, это нормальная жизнь пастора, хотя внешне, он часто совершенно кается, вот таким выглядит, поэтому, милые мои, пусть Господь благословит вас, я хочу вместе с вами помолиться, я очень нуждаюсь, чтобы вы помолились за нас, чтобы у нас не иссякла вера, дерзновение, у нас тоже много планов, целей, я буду молиться за вас, давайте поддерживать друг друга, как мы можем, потому что мы дети одного отца, чем сильнее мы каждый будет, тем это будет, ну, благословение, и тем прославится наш отец, Библия говорит, что тем прославится, если мы принесем много плода, я от всего сердца желаю, чтобы за каждого из вас можно было сказать, и назовут тебя восстановителем древних развалин, давайте помолимся, Господь драгоценный, я благодарю тебя, Иисус, за то, что в этом городе есть твои святые люди, которые искуплены твоей кровью, имена которых ты написал на своих дланях, ты их сильно любишь, они твое войско, Господь, они заняли свой пост, как они понимают, как они могут, Боже, ты их благослови обильно, ты расшири их пределы, Господь мой, ты помаши глаза, чтобы они увидели, Господи, как безверно величие могущества Твоего, чтобы они в это время, Господь мой, оказались сильными, чтобы действовать, Господь, чтобы они ободряли других действовать, Господь, благослови их во имя Иисуса Христа, чтобы на них было такое помазание, чтобы рядом с ними, Боже, исчезала боль, уходили болезни, чтобы слепые прозревали, чтобы нищие, они возрадовались и получали Твое богатство, Господь, чтобы разрушалось дело дьявола, сделай их бесстрашным Твоим войском, Господь мой, пусть не будет никакого уныния, благословляй этих людей Твоим именем, я прошу Тебя, Господь, яви Свою славу, подними своих служителей среди них, Господи, чтобы они пошли до края земли, чтобы эта церковь имела миссионерский взгляд, чтобы у них были возможности поддерживать, Господи, миссионерские проекты, открытие церквей, миссии, Господи, различные проекты, которые связаны с восстановлением, Господи, благослови во имя Иисуса Христа, я очень прошу Тебя, Господь, чтобы не было ни одного здесь сомневающегося и хромлющего, у которого грех путается под ногами, Боже, да будет разрушено дело дьявола, яви Свою славу и благословляя, благослови, чтобы не иссякла сила этой церкви, Господи, идущей от креста Твоего, чтобы они были благословенными и от них, Господи, благословение, как благоухание, распространялось по земле во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Я забыл сказать, у меня есть только календарики такие, где мы с Махненко вот на 2013 год. Если кто-то хочет, я бесплатно просто раздаю. Но правда, здесь есть счет, что можно поддержать, но вдруг... Дорогие друзья, да.